Приветствую вас на программе Истины Евангелия с Эндрю Вомаком. Цель его служения – донести людей весть о Божии безусловной любви и благодати. Благая весть вещается через множество телесетей и библейский колледж Харрис по всему миру. А теперь, пожалуйста, Эндрю. Я приветствую вас на программе Истины Евангелия. Сегодня пятница, и сегодня последний день, когда я учу по теме «Как найти, следовать и воплощать Божью волю». Я заканчиваю шестую неделю учения по этому вопросу, и вот эта книга, которой все эти темы раскрыты. Это мощное-мощное откровение. Я каждый день к нему обращаюсь. Господь показал мне 47 лет назад, какова его воля на мою жизнь, общее направление. Потом Писание говорит, что путь праведника становится светлее и светлее каждый день. И я знал, что Бог от меня хотел, и я двигался в этом направлении. Я следовал за Господом, и больше и больше открывалась мне его воля. И теперь она настолько ясна мне открыта, настолько ясна это видение на мою жизнь, что я даже не знаю, как я весь его исполню за оставшуюся жизнь. И мне нужно воспитывать других людей, которые смогли бы закончить его, потому что мое видение большое. Нужно найти это видение, следовать за Ним, следовать за Богом и делать все так, как Господь говорит, а не по-своему. И последние две недели я говорил о том, как нужно воплощать Божью волю и хорошо закончить, потому что много кто хорошо начинает, но лишь немногие приходят к успешному заключению, завершению своей работы. В Экклезиаста 7, 8 говорится, «Конец делал лучше начало его». Если вы делаете Божьим образом то, что Он вам открыл, и двигаетесь в нужном направлении, то так будет даже лучше, и вы быстрее увидите воплощение. Вот об этом мы и говорим, что вы должны быть послушны Богу, иначе вы не увидите исполнение Божьей воли, если не будете исполнять ее так, как Господь вам показывает. И если не научитесь слушать Его, а не слушать свои собственные желания, вам необходимо сохранять близкое общение с Господом, об этом я тоже учил, и вам нужно иметь терпение. Божья воля исполняется не немедленно, особенно когда мы говорим о Его воле. Когда мы говорим о немедленном исцелении, о чуде финансовом, это одно, но чтобы увидеть полное воплощение Божьей воли в вашей жизни. На это и потребуется вся жизнь. Череда событий длиною в жизнь. Вам нужно быть терпеливым. И вчера я говорил о том, что терпение нужно прибавить к надежде. Римлянам 8.25 говорит, «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». То есть ожидайте. Терпение – это побочный продукт надежды. Если у вас сильное видение, то у вас будет и надежда, и терпение. И все произойдет. Об этом я уже учил. Сегодня заключительный день. Я заканчиваю серию этого учения. Вы можете заказать его. Оно доступно на 5 CD-дисках. «Как исполнить Божью волю». После того, как я учил о взаимоотношениях с Богом, о терпении, о надежде, давайте обратимся в Римлянам 1.21. И я хочу вкратце посмотреть на эти стихи. Я уже учил на эту тему, по-моему, в октябре, 3 или 4 месяца назад, или в ноябре 2015 года. Я учил о ключах, как быть наполненным Богом, и учил на основании этих стихов. Я уже о ней говорил, но позвольте мне связать то, о чем я говорил ранее, Римлянам 1.21, с этим вопросом, как воплощать Божью волю. Все это будет кратко, но надеюсь, что кто-то из вас будет благословлен и вспомнит все эти истины, о которых я делился в другой теме. Как воплощать Божью волю. Итак, здесь говорится о том, что люди отвергли свидетельство своей совести, внутреннее свидетельство, которое Бог к них вложил. Здесь говорится, но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце. И дальше перечисляются прогрессивные шаги, как люди заглушают голос в своем сердце и ожесточают свое сердце, и в конечном итоге Бог придает их превратному уму. Об этом говорится в Лименном первой главе. То есть это негативный откат от Бога, от Божьего пути, и показано, как постепенно это происходит. Но я посмотрел на этот процесс с обратной стороны. Если мы посмотрим на все это как на фазы, на шаги, вот шаги, которые вам нужно предпринять, чтобы оказаться в самом подвале, и как выбраться из подвала, нужно, соответственно, предпринимать эти шаги только наоборот. Раз предпринимая такие шаги, человек может впасть в превратный ум и отпадение от Бога, как оборотить этот процесс вспять? Начать делать все наоборот. Вместо того, чтобы говорить о том, какие шаги люди предпринимают, чтобы отойти от Бога, давайте посмотрим, какие шаги нужно предпринять, чтобы не потерять то, что Бог вам открыл, чтобы сохранить все то, что Бог вам показал. Что вам нужно сделать, чтобы исполнить, закончить данное вам Богом, а не отвалиться от Него? Первое, что нужно сделать в Римлянам 1.21 – прославили Бога. Нужно прославить Бога. Речь идет о системе ценностей. Может быть, люди знают Божью волю, они начинают двигаться в нужном направлении. Но если вы посмотрите Марка 4, где рассказывается притча о сети о лисеющем семя, семя производит жатву и плоды, и там есть четыре типа почвы. И первые два типа, там семя особенно не проросло, потому что почва была слишком твердая, и в другом месте птицы съели семена. Третий тип почвы, там семя начало работать, оно стало производить, был рост, но потом заботы века сего, обольщение богатством и похоть мерзкая заглушили слово. Вот об этом здесь и говорится. Вам необходимо иметь ценности, основанные на Боге. Вы можете найти Божью волю и начать двигаться в нужном направлении, но если вы начнете ценить другие вещи больше, или мнение других людей больше, чем то, что Бог сказал вам, я гарантирую вам, что тогда вы так же не дойдете. Нужно делать Божье призвание Божьим способом, а это не популярно. Кто-то считает, что это не так, это так, это истина, и я достаточно долго живу, чтобы так говорить. Если вы будете поступать по Божьему пути, то вы пойдете против всего мира. Я разговаривал с Джеймсом Добсоном и брал у него интервью на нашей программе, и он сделал одно очень характерное утверждение. Он сказал, что поток современной культуры всегда направлен вниз, по нисходящей. Этот поток всегда несет вниз, и его нельзя обратить вверх. Вы можете плыть против потока с большими усилиями, но культура всегда будет опускать вас и тянуть вас вниз. И знаете, именно так мир и идет. Мир – это неправедная система, не Божья система. Он идет в ад, и уже давно. Если вы начнете поступать по Божьим принципам, люди будут вас не одобрять, они будут на вас хмуриться. Но если вы хотите быть самым популярным, самым одобряемым, то вы не исполните Божью волю, потому что вы будете созависимы, а большая часть людей никогда не согласятся с Божьими путями. Поэтому вам нужно зациклить свой взгляд на Бога и ценить Его мнение больше, чем мнение других людей. Не только тех людей, которые вокруг вас, но и людей вокруг вас в церкви, даже в вашей семье, даже мнение вашего мужа или жены. Когда Моисей отправился в Египет, его жена настолько была зла на него, что бросила его и ушла с детьми. И Моисей отправился в Египет отдельно от жены, и ему пришлось терпеть ее критику и насмешки, и он все равно пошел и исполнил то, что Бог ему сказал. Я, конечно, не говорю, что это был лучший способ, и уж точно этого Бог не желал, но так произошло с Моисеем, и Моисей отправился в Египет, увидел 10 казней, увидел, как Израиль вышел из Египта. Он сделал все эти великие чудеса, даже будучи отделенным от жены, и у него не было одобрения от его супруги, но он все равно исполнил то, что Бог ему сказал. Конечно, это не лучшая ситуация, и я не стою за подобные вещи в вере, и не думаю, что Бог желает подобного для нас. Но вы должны понять, если хотите исполнить Божью волю, вы должны сказать, «Бог, то, что ты сказал мне сделать, я сделаю, даже если мне для этого придется залезть дьяволу в пасть». Просто идете и делайте, даже если это будет вам стоить жизни. Идите и делайте. Вот такое настроение у вас должно быть, чтобы исполнить Божью волю, чтобы вас никто не смог отговорить. Если вы хотите служить Господу, продолжать идти за Ним, только тогда, когда это вам удобно, и когда вам это что-то сулит, гарантирую, вы никогда не дойдете до финишной черты и никогда не исполните до конца Божью волю. Я знаю, что для кого-то эти слова шокируют вас. «Я буду следовать за Господом, и у меня путь будет усыпан розами», так думали вы. Ну, я думаю, что у вас все равно будут проблемы, вы их преодолеете, и вы будете идти не без сопротивления. А если вы ни разу не столкнетесь с дьяволом, то это потому, что вы идете с ним в одном направлении. Потому что требуется больше усилий, чтобы плыть против течения. Дохлая рыба плывет по течению, а чтобы плыть против течения, нужны силы, нужна направленность, нужно идти против современной культуры, против того, что делают сегодня люди. А наша культура движется в неверном направлении, поэтому потребуются усилия. Вам нужно дойти до такого состояния, когда вы цените Бога выше всего. И дальше здесь говорится о том, что они не возблагодарили Бога. Так вот, если вы хотите исполнить Божью волю, против вас будут выступать противники. Если вы зациклитесь на своей проблеме, то вы возвеличите ее и никогда не доберетесь до финиша. Что же делать? Признайте, что да, проблемы будут приходить, но я сосредоточу свое внимание на победах, а не на неудачах. Однажды я слышал такое выражение, ну, не лично, а мне его передали. Один мой друг увидел, как Арнольд Палмер, известный гольфист, так вот, он играл на одном гольф-поле, и где-то у него произошел срыв, он сделал два или три удара вместо одного, и что было совершенно для него нетипично. Ну так вот, когда матч закончился, и к нему подошел корреспондент спортивной газеты и спросил, что же произошло у вас там на той лунке, когда вы три раза ударяли и промахнулись? И тот ответил так, «Какой тройной удар? Какой промах?» «А, ну как же, вы что, не помните?» И ему пришлось напоминать, что он промахнулся. К чему я все это говорю? Ему даже в голову не забрело думать о его ошибке. Когда он ошибся, промахнулся, он не стал на ней зацикливаться. Он только помнил хорошие удары, а не плохие. Это одна из причин, почему он считается одним из величайших игроков в гольф, потому что он приучил себя сосредотачивать внимание на хорошем. То же самое с Богом. Следуйте за Богом всю жизнь. На расстоянии между там, где вы, и где Бог хочет вас видеть, будут проблемы. И вы не выиграете все битвы до единой. Но только того, что вы проиграли битву, вы не проиграли войну. Так и иначе вы, в конце концов, доберетесь до финиша. Но если ваше внимание будет поглощено неудачами, трудностями, выступающими против вас, то вы не дойдете до финишной черты, потому что разочаруетесь и бросите все, не дойдя до конца. Поэтому второе, что здесь перечислено, это быть благодарным. Благодарность заставляет нас думать о хорошем, а не о плохом. Это один из принципов, которые я постоянно применяю. Постоянно я возвращаюсь в памяти в те моменты, когда я победил благодаря Богу. Я думаю обо всем том прекрасном, что Господь сделал. Что Бог делал удивительные вещи в моей жизни. Хотя многое плохого происходило со мной. И даже сейчас есть какие-то вещи, которые не очень хорошо идут. И человек, смотря на проблему, с которой столкнулся, может настолько на ней зациклиться, так что он даже не может прославить Бога в этой ситуации и быть благодарным, пока эта ситуация не решится. А я говорю вам, что это нездоровые отношения. Я не говорю, что нужно игнорировать проблемы. Нужно с ними разбираться, нужно вкладывать в них мысли и усилия, чтобы их преодолевать, продумывать, как вы это сделаете. Но вам не нужно зацикливаться на проблеме до такой степени, что вы перестанете быть благодарны Богу. Будьте благодарны. Это заставит вас вспоминать победы. Как и сейчас, у меня есть ситуации, которые я хотел бы, чтобы они изменились. Но у меня есть много хорошего, что работает, что получается отлично. И я вспоминаю о хорошем, и так это работает. Когда я вспоминаю о своей победе, когда я вспоминаю, через что меня провел Бог, все это дает мне воодушевление и веру на то, что раз Бог меня провел, да это черты, то Он меня проведет через эту ситуацию. Возвращаясь к детям Израилем, когда они выходили из Египта, оказалось, никакой надежды нет. Они были подавлены, они были в рабстве, много работали, они были рабами. Но Бог послал Моисея. Он послал 10 казней. И Он произвел эти казни над самой могучей нацией на земле. Так что они упали на колени, отдали израильтянам все свои богатства, драгоценности и золота, и отпустили их. Это было совершеннейшее чудо. Но пройдя три дня по пустыне, у них вдруг кончилась вода, и они испугались, что умрут с голоду. Если бы эти люди хотя бы вспомнили, что сделал Бог, посмотрите на те чудесные и удивительные события. Как Бог разделил море, как они прошли по морю, как посуху. Как в этом море погибли все фараоновые колесницы и воинства. Это была полная, полнейшая победа. Если бы только они помнили об этом, о том хорошем, что Бог сделал, они бы сказали, что та проблема, с которой они сейчас столкнулись, ни в какое сравнение не идет с тем, что Бог делал раньше. И уж точно Господь даст им победу. Но такова человеческая природа, наверное. Когда вы идете против культуры, вы сидите и заставляете себя вспоминать хорошее, потому что наша природа буквально ее тянет на плохое, на проблемы. И многие из вас, смотря мою программу, сегодня имеют дело с какими-то проблемами. Я же не говорю, что у вас их нет, но не фокусируйте все свое внимание на них. Вспоминайте о всем хорошем, что Бог сделал для вас. Посмотрите, как он был к вам. Я знал, что людей раньше, которые приходили ко мне, они имели дело с какими-то проблемами, финансовыми проблемами. Например, кто-то был должен 100 долларов, или им нужна была 1000 долларов, или 1000 долларов. И человек говорил, я не уверен, что даже смогу служить Богу дальше, если не увижу решение этой проблемы. Но так как я знал их, и был такой один конкретный случай, когда человеку сказал, ну вспомни, как Господь спасал тебя раньше. Этот человек раньше был наркоманом, вся жизнь его была разбита. Бог спас его, благословил его брак, восстановил, дал ему детей, провел его через финансовое исцеление, через физическое исцеление. Целые горы сдвинул его жизнь. И тут он наткнулся на какой-то маленький камешек проблемы, и он так на нем сосредоточился, что превратил его в огромную скалу. Но если бы он вернулся назад и поблагодарил Бога за то, что тот сделал, то уже одно это уменьшит вашу проблему и поможет вам посмотреть на все с правильной перспективы. Например, мы отмечаем День Благодарения. И я обожаю этот праздник, потому что это время вспоминать о том хорошем, что Бог сделал. Для тех из вас, кто не живет в Соединенных Штатах, и, может быть, вы не знаете этой истории, но когда пилигримы приплыли в Северную Америку, они потеряли 50% своей группы людей, которые погибли за зиму от голода, от болезней и других проблем. Они пережили первую зиму, они посеяли разные культуры, и на второй год их жизни в этой земле земля дала урожай. Они собрали этот урожай, они пригласили индейцев, которые были вокруг, которые помогали им ухаживать за этими культурами. И они устроили праздник и поблагодарили Бога. Прошло чуть меньше года, с того момента, когда половина этих людей умерла. Я не думаю, что была хоть одна семья, которая не потеряла бы кого-либо. Там была смерть, разрушение. Они были за тысячи милей от дома. И нельзя было сесть на самолет и прилететь обратно. Они посвятили себя полностью, они сожгли за собой все мосты. Это была отчаянная ситуация. Трагические потери. Но при этом они нашли время поблагодарить Бога. И благодаря этому, благодаря тому, что они на все посмотрели с правильной перспективы, они пережили вторую зиму, колония начала преуспевать. Это был 1620 год, по-моему. И вот сегодня наша страна, 2016 год, 400, почти 400 лет спустя. Посмотрите, какая у нас огромная, процветающая страна. Как они пережили эти трудности? Как они пережили вторую зиму? Как же это было все возможно? Потому что они благодарили Бога, сосредоточив внимание на том хорошем, что у них было, хотя у них были и потери. У них осталась только половина группы. У них появилось какое-то знание о том, как выращивать культуры сельскохозяйственные. Они научились управлять своей колонией, построили социальную систему и перешли на ту систему, когда каждый поручал вознаграждение. И благодаря этому, посмотрите, что произошло с этой маленькой колонией, которая когда-то началась. Посмотрите, до чего они дошли. Поэтому говорю вам, что прославление, благодарение очень важны. Я не говорю, что вы не проходите проблемы, что у вас нет трудностей. Но чтобы исполнить Божью волю, станьте благодарным человеком. Сосредоточьте свое внимание на позитивном. У вас могут быть люди, даже родственники, с которыми произошли какие-то сложности, или которые идут против вас. Но все могло бы быть еще хуже. Даже в моей семье были проблемы. И, знаете, но могло быть и хуже. Я благодарю Бога за то, что все так, как есть, а не еще хуже. Я благодарю Бога за победу. Я прославляю Его. Это укрепляет мою веру, сосредотачивает мое внимание на Нем. И я смотрю на Иисуса, на Автора и Свершителя моей веры. И благодаря этому, я получаю силы продолжать. До тех пор, пока не увижу, как все Божье исполнится. Благодарность и хвала очень важны. Мое время заканчивается. Я потратил шесть недель, уча на тему, как найти, исследовать и воплощать Божью волю. Но дальше здесь говорится и о воображении. Когда мы благодарим Бога, вспоминаем победы, наше внимание сосредотачивается на позитивном, а не на негативном. Я учил на эту тему и говорил о том, что надежда — это позитивное воображение. Когда вы воображаете, видите успех, а не неудачу. Когда человек волнуется, видит трагедии, и он знает, что у него что-то не получится, это тоже ваше воображение, только негативное. А надежда — это позитивное воображение, когда вы видите, как все получится, как Слово Божье работает, что обещает вам Бог в Слове, во что вы верите. Используйте свое воображение, чтобы увидеть, как это будет происходить. И тогда, когда будете так поступать, ваше сердце продолжит оставаться чувствительным к Богу. Сосредоточьте свое внимание воображения на Господе. В Исаии 26.3 говорится, что Бог хранит в совершенной мире того, чей разум уповает на Него, потому что Он доверяет Ему, уповает на Него. И слово «ум» — это еврейское слово «есер», которое переведено как «воображение» в Бытие 6.5 и в других местах Писания. Буквально оно означает зачатие, концепция, ваше воображение — это то, что заставляет ваш ум оставаться сосредоточенным на Боге, и это производит совершенный мир. Если вы найдете Божью волю, если вы двигаетесь в нужном направлении, но попали в штормы, в трудности, и думаете, смогу ли я пройти, смогу ли я удержаться, вам нужна сильная надежда, вам нужно воображение, которое сосредоточено на Божьих обетованиях. Оглянитесь назад на те победы, которые Бог уже сделал в вашей жизни. Укрепите этим свою веру. Оставайтесь верным Богу. Используйте свое воображение и увидите, как Божье слово исполняется в вашей жизни, как это уже было в прошлом. Если ваше взаимоотношение с Господом еще не имеет такой истории, тогда учитесь, например, героев Библии. Вспоминайте те истории, о которых я вам рассказывал. Воображайте. Видите, как Слово Божье действует и работает. Тогда вы будете чувствительны к Слову Божьему, к Богу. Радуйтесь, благодарите Его, и тогда вы исполните Божью волю. Сегодня последний день учения по теме «Как найти следующее воплощать Божью волю». И я хочу вам сказать, что это истина преображает жизни. Я рекомендую вам, приобретите его. Вы можете зайти на наш веб-сайт и заказать это учение. В книжной форме эта книга доступна на разных языках. Также есть руководство для изучения этой темы. Это учение доступно на CD и DVD дисках. И также есть ряд свидетельств, которые мы записали на дисках, доступно на английском языке. Как найти, следовать и воплощать Божью волю. И помните, что сегодня последний день, когда я предлагаю вам приобрести эти материалы. Звоните и пишите для того, чтобы заказать их сегодня. Пути Господни неисповедимы. Так любят говорить люди. Но правда в том, что Бог желает открывать свою волю для нас. У Него есть предназначение, путь и цель. В книге «Как найти, следовать и воплощать Божью волю» Эндрю говорит о важнейших принципах успешной и плодотворной жизни христианина. Как познавать волю Божью, как она нам открывается, какие опасности могут предостерегать нас на этом пути, что может помешать нам воплотить предназначение, а что, наоборот, может помочь. Из этой книги вы узнаете эти и многие другие важные особенности, как узнать, следовать и воплощать волю Божью. Для этого вы можете позвонить по телефону 8 921-993-7009 или 8 812-371-6104 или написать нам через наш веб-сайт CBTCRussia.ru Эндрю хочет, чтобы вы знали, что можете заказать книгу с одним из его главных откровений, которая обязательно изменит вашу жизнь. Это книга «Дух, душа и тело». В этой книге вы найдете ответы на наиважнейшие вопросы для каждого христианина. Что происходит, когда вы спаслись? Как ваша жизнь может меняться к лучшему? Вы узнаете, что Писание говорит об устройстве вашего внутреннего человека. Предлагаем вашему вниманию два важных учения Эндрю Вомака, собранные в одной книге, которая называется «Твое новое Я и Святой Дух». Новообращенные верующие со стажем получат богословение, узнав из этой книги больше о спасении, которое они получили через Иисуса Христа. Также из нее вы узнаете, почему крещение Святым Духом абсолютно необходимость для верующего, что такое говорение иными языками, для кого это дар, можете ли вы использовать его сегодня. Книга Эндрю Вомака «Евангелизация через ученичество» написана так, что по ней любой верующий сможет научиться и научить других важнейшим истинам христианской веры. Эта книга – самый простой инструмент для наставничества. Инструмент настолько простой, что все, что требуется для работы с ним – умение читать. С помощью этой книги вы сможете изучать важные библейские истины в группе, в церкви, в семье или с друзьями. Закажите книгу «Евангелизация через ученичество» прямо сейчас на нашем сайте cbtcrusha.ru в разделе «Книги и DVD». Вы можете сделать заказ, позвонив по одному из указанных ниже телефонов или написав нам на электронную почту, которую видите на экране. Еще раз повторим, что вы можете заказать учение Эндрю в книге на CD и DVD дисках на его веб-сайте cbtcrusha.ru cbtcrusha.ru Вы можете также получить эти материалы, позвонив по следующим телефонам в России 8-921-993-7009 или по телефону 8-812-371-6104. Вы также можете написать нам письмо, отослав его на адрес, который видите на экране. «Когда вы родились свыше, сущность вашего духа поменялась, он был сотворен в праведности истинной святости. И как говорится в Висяном 1-13, вы тут же были запечатаны Святым Духом, как герметично упакованы. Святой Дух полностью окружил вас и ваш Совершенный, рожденный Свысший Дух. Если вы посвящены Богу и следуете за Ним, то, говорю вам, вы будете успешны. Если вас продали в рабство, вы будете успешны. Даже если вас оболгали и посадили в тюрьму, вы будете успешны. Бог доволен вами. Бог любит вас. Он доволен вами так, что вы не можете представить». Послушайте только. У меня больше нету причин болеть, испытывать боль и переживать страх. Я думал, что я недостаточно хорош, что Бог не простит меня за все, что я сделал. Но тут я натолкнулся на учение Андрею Вомака. Я посмотрел на Ютубе цикл «Истинная натура Бога», и моя жизнь изменилась навсегда. Хочу поблагодарить Андрею Вомака за то, что он проповедует. Это такое благословение для всего мира. Обязательно смотрите продолжение передачи «Истинная Евангелие» на следующей неделе. Вы можете поддержать наше служение, чтобы мы смогли предложить вам еще больше книг и программы Андрею Вомака на русском языке. Для этого зайдите на наш сайт cbtcrusha.ru, зайдите в раздел «Пожертвовать». Далее, следуя указаниям на экране, заполните форму слева, указав свои контактные данные. Введите сумму для пожертвования. Обязательно поставьте галочку в разделе «Новости служения». Нажмите кнопку «Пожертвовать», чтобы сделать пожертвование с помощью кредитной или дебетовой карты. Безопасность платежа обеспечивается службой Яндекс. Благодаря вашим пожертвованиям, наше служение сможет и дальше распространять истину Евангелия с Эндрю Вомаком. Если у вас есть вопросы или вы хотите сделать заказ книг и дисков Эндрю Вомака, свяжитесь с нами по одному из телефонов или написав на электронный адрес, который видите на экране.